Ростов-на-Дону считается столицей красивейших женщин. За последние 20 лет местная молодежь выиграла более ста международных конкурсов красоты. Но причины для посещения города, конечно, не заканчиваются здесь. Друзья, привет вам из морозного Ростова. Посмотрите, что у меня со стеклом. У меня замерзла жидкость. Несмотря на то, что я заливал минус 15, сейчас в Ростове минус 5, но ночью было похолоднее. Короче, у меня все замерзло. И сейчас надо как-то промыть это все дело. Сейчас, может, кто-то сильно толковый скажет, а какого ты не залил, блин? Минус 30 сразу же. Ребята, ноябрь на дворе. Вторая половина. Кто знал, что в Ростове минус 10 будет? В Москве сейчас теплее. Из Москвы выезжал, снега не было. В Воронеж потом. Я вот в Ростов приехал из Воронежа. В Ростове уже снега минус 10 было. Как долбануло. И вот здесь в Ростове такая же ситуация. Короче, минус 15, моя жидкость замерзла. Как и многие другие города России, Ростов-на-Дону имеет свои интересные факты, которые не оставляют равнодушными ни одного путешественника. Основан город был по приказу императрицы Елизаветы. А тот самый Дон, на котором Ростов и стоит, разделяет Европу и Азию на две части. Таким образом, можно сказать, что Ростов расположен сразу в двух частях света. Также город имеет выход сразу к пяти морям. На Ворошиловском проспекте есть своя личная аллея звезд, похожая на Голливудскую. Разве что со своими звездами. А еще именно в Ростове-на-Дону находится самая маленькая улица России. Это 30-метровый переулок Титова. Здесь уникальная трамвайная система, созданная специалистами из Австрии. Таких трамваев в России вы более нигде не встретите. Ростовские трамваи одни из самых старейших в нашей стране. Они начали ходить в 1902 году. Сейчас в городе проживают чуть больше миллиона жителей. И среди них представители более 100 различных национальностей. Ростов-на-Дону нередко путают с другим Ростовом. Великим. В 2018 году, когда был чемпионат мира по футболу, многие иностранцы бронировали себе жилье в Ростове-Великом вместо Ростова-на-Дону. Остается только догадываться, что было дальше. Но рады они явно не были. Кстати, если вы до сих пор не отличаете эти два Ростова, то смотрите также мой второй выпуск про Ростов-Великий. Ссылочка в описании к данному видео. Ростов имеет прозвище Ростов-Папа. Существует несколько версий, почему он так был назван. Вот одна из них. Начинается все примерно в конце 19 века, когда в городе появляется и начинают функционировать несколько десятков предприятий. Что вызвало довольно большой поток бандитов и воров. Ведь здесь было что красть. В какой-то момент Ростов называли даже русским Чикаго. Криминал съезжался в город и нередко даже оставался здесь жить на постоянке. Люди женились, заводили семьи, а потом передавали свои знания своим детям. В результате чего в Ростове существовали целые воровские династии. Это было в норме вещей, когда и родители, и дети могли обокрасть одну семью. Они работали сообща. Но еще раз сделаем отсылочку к моему прошлому видео, сделанному в городе Чикаго. Ссылочку на это видео вы также найдете в описании к данному видео. В апреле 1932 года в несколько пасмурное утро на Старом Базаре, ныне Центральный рынок, происходило все то же, что и обычно. Каждый из торговцев пытался продать что-то свое. Кто-то продавал молоко и мясо, а кто-то дорогие ткани, самовары и утюги. Как вдруг один из посетителей базара закричал, что колокольня падает. Из-за низких туч в тот день действительно так могло показаться. В результате крик подхватили и все остальные. Таким образом началась давка, люди стали убегать, а воры, которые это все придумали, и начали спокойно собирать свой куш. Впоследствии выяснилось, что воры Ростова в тот день смогли унести куда больше, чем их коллеги из Одессы. Потому Ростов и прозвали папой, а Одессу мамой. Бродеги-воришки, которые путешествовали из города в город, на вопросы стражей порядка о том, откуда они, отвечали поговоркой. Ростов папа, Одесса мама. Ростов Ребята, Ростов такой очень мощный южный город, при этом ничем южным он не пахнет. Пару недель назад в Карелии было теплее. Реально, Карелия, север. И Ростов, юг. В Карелии было теплее. При этом, ребята, Ростов очень интересный город. И вот знаете, с чем можно сравнить его? Вот, к примеру, вы берете картину эпохи Ренессанса какую-нибудь в одну руку, а в другую берете несколько банок с красками. И на вот эту картину вы берете все эти банки и хренакс. Вот так. И вся эта краска расплескивается по картине. Вот это Ростов. То есть здесь есть уникальная архитектура, уникально красивые улицы. И при этом сумасшедшая наляпистость. Просто сумасшедшая. В центре вы находитесь, у вас триллион вывесок. Абсолютно всех разных. У вас магазин-кортье рядом через дорогу, тут же секонд-хенд. У вас будет великолепный храм стоять. И рядом какой-то рынок возле храма. Я не могу это назвать смешением стилей. Это вот именно наляпистость, понимаете? При этом, еще раз, город очень масштабный. Здесь очень много всего интересного, красивого. И реально вот едешь, когда по городу просто огромное количество объектов, буду называть их так, на которые просто бросается глаз. Хочется их поснимать, сфотографировать. И дороги. Я обратил внимание на дороги. Вот я сейчас вам покажу. Еще раз, это самый центр города. Вот смотрите, идете вы вот так вот по тротуару. Как бы, ну, во-первых, красота. Здесь магазин. То есть они как бы по идее, ну, приведите, это же порядок, эту мелочь. Понимаете? А у вас вот такой компот. Вот магазин. Вот еще, причем, видите, реклама. Подписывайтесь в инстаграм. Вот еще. Дальше вы идете по тротуару. Видите, асфальт тут раздолбанный. Тут вот кусочек идет, плиточки. И дальше это все дело обрывается. Вот я вам просто наглядно показываю. Дальше вот это все дело обрывается. И там начинается ничего абсолютно. Стоят бордюрчики и вот как бы так. Мне вообще непонятно, почему так. Короче, с дорогами здесь очень интересно. Ростов с такой богатой и интересной историей имеет немало мест, которые необходимо посмотреть каждому, кто сюда заглянет. Ростов-Арена, что вместила в себя в общей сложности 4 матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. Построена она на левом берегу, а парк на левом берегу вдоль Дона. Открывает великолепный вид на город, прекрасные песчаные пляжи, новую инфраструктуру. Даже если вы не футбольный фанат, посмотреть на арену, которая вошла в историю чемпионата мира, определенно стоит. Гастрономия региона включает в себя все разнообразные рыбы. А среди мясных блюд основным все же является шашлык. На ростовскую кухню повлияло множество разных культур. Здесь смешиваются гастрономические традиции казаков, армян, евреев и украинцев. Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия». Это музей, расположенный в центре города сразу за музыкальным театром. Здесь вы узнаете все о гвардии русского императора в казачьем полку. В музее хранятся оригинальные документы, фотографии, униформа, оружие и награды. Если вы среди тех, кто хотел бы примерить на себя другую роль, у вас будет возможность стрелять из настоящих пушек казаков. Сразиться их мечами и насладиться их традиционной едой. Я путешествую с детьми с самого раннего возраста. И старший у меня впервые поехал за границу в Италию. И там мы ездили не на машине, а мы путешествовали поездами. Ну, там очень удобно все это дело. Он, конечно, на итальянском не говорит у меня, но были случаи, когда он там с итальянскими детьми говорит им что-то на русском, где ему на итальянском никто друг друга не понимает. Но как-то все-таки общались. Младший у меня впервые поехал еще до года. Полетел в Арабские Эмираты. Вообще на автомобиле что один, что второй у меня начали ездить до года на достаточно большие расстояния. И что я могу сказать? Конечно, первые поездки даются тяжеловато. А сейчас я могу сказать, что что один, что второй уже достаточно хорошо переносят поездки. Если мы путешествуем на машине, то стараемся ехать так, чтобы слишком не перегружать детей. Ну и себя тоже. Дорога должна занимать ориентировочно 5 часов. В таком маршруте, в такой поездке дети практически всегда могут поспать пару часиков. Что, собственно говоря, они сейчас и делают. Вот там дети еще. Одно дети. Все, короче, спят, все утомились. Что касается путешествий, вот у меня знакомые, они не одни знакомые мои. Они когда куда-то едут, многие стараются отдать детей бабушкам, дедушкам. Мы же стараемся детей во многие поездки брать с собой. Потому что такого рода поездки, это своего рода уроки. То есть ребенок понимает, да, вот он живет в другом городе. Но когда ребенок маленький, он не понимает, что помимо его города есть там другие города. То есть если ему об этом рассказывать, в голове его это как-то не строится. Если же ребенка берешь с собой, вот, то он понимает, что такое дорога в физическом плане. Он это понимает. Дети начинают понимать вообще, что такое страна. То есть они начинают понимать, что такое одна страна, другая страна, третья страна. Мы едем по своей стране, по России. И вот нам нужна, к примеру, до Краснодара полторы тысячи километров. Вот, они понимают, что такое долгое путешествие, что такое короткое путешествие. А потом вот я особенно обратил этот момент на Италии. Когда дети обращают внимание на архитектуру, на сам город, на всякие нюансы. Когда у них появляется, скажем, детское чувство прекрасного. Также, когда мы здесь ездим, он сразу же говорит, какой ему город нравится. Что ему нравится, что ему не нравится. Где ему понравилось больше, где ему понравилось меньше. Куда бы он хотел приехать еще. Это как бы очень прикольно. И вот в этом путешествии мы, значит, арендуем квартиры через Airbnb. И прикол в том, что когда дети тоже остаются в квартире, они понимают, что это не их, это арендованная квартира. И мы сегодня выезжаем, он меня спрашивает, папа, говорит, давай еще в какой-нибудь, поедем в квартиру в другой город, в какую-нибудь другую квартиру. Я хочу тоже остаться в какой-нибудь новой квартире. И на Airbnb, когда арендуешь квартиру, там есть возможность выбора вариантов с разными удобствами. Ну и я стараюсь, естественно, выбирать, чтобы всех этих удобств, так называемых, было по максимуму. Ну то есть, о чем я говорю. Чтобы были и всякие средства гигиенов, и полный пакет полотенец, белья, всего-всего. Ну и, конечно, за стоимость гостиницы среднюю можете арендовать неплохую квартиру. Ну вот вы, собственно говоря, пример и видите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА